Роскомнадзор заявил о возможной блокировке Фейсбука в России. Глава ведомства Александр Жаров рассказал, что до конца года ведомство проверит компанию. Наш корреспондент Регина Абаймухамедова сегодня разбиралась, насколько реальна перспектива блокировки. Она сейчас в студии. Регина, здравствуй. Здравствуй, Горь. Вот зачем Фейсбуку, Роскомнадзору, блокировать Фейсбук? Про Фейсбук Александр Жаров заявил на фоне скандала вокруг блокировки Телеграма. Это мессенджер, который принадлежит Павлу Дурову, и Роскомнадзор попросил у разработчиков предоставить им ключи для расшифровки сообщений пользователей. Заявлялось, что это делается для борьбы с террористами, но при этом разработчики добровольно выполнить условия отказались, и тогда суд принял решение о принудительной блокировке Телеграм на территории России. С понедельника эта блокировка продолжается. Сегодня в истории появился новый виток, заговорили и о блокировке Фейсбука. Какие к нему претензии у Роскомнадзора, давайте послушаем. До конца 2018 года мы проведем проверку кампании. Есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены. Локализация баз данных российских граждан от территории России, удаление всей запрещенной информации. Они уже значительно опаздывают по срокам. И соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке. Сейчас Фейсбук хранит данные российских пользователей на серверах, которые расположены за рубежом. И, соответственно, российские спецслужбы без решения суда не могут получить к ним доступ. По данным, на август 2017 года ежемесячная аудитория Фейсбук в России составляла 26 миллионов человек. Это в два раза меньше, чем ВКонтакте, но при этом корпорация Фейсбук владеет также Твиттером и Инстаграмом. Красноярские пользователи сегодня очень бурно реагировали на заявления Роскомнадзора. Говорят, что уже готовятся обходить возможные блокировки. Я предлагаю послушать, что говорили. Они выглядят как совершенно безграмотные неандертальцы, у которых уровень их понимания интернет-технологии современной информационной среды немногим выше, чем у среднестатистического девятиклассника. Мы же понимаем, что они, пытаясь заблокировать Телеграм, в итоге порушили работу десятков организаций и так и не достигли своих целей. И очевидно, что с Фейсбуком будет то же самое. Что касается акций протеста, вчера возле здания ФСБ в Москве активисты запускали бумажные самолетики. Это символ Телеграма. Но по итогам акции никакой приостановки блокировок речи не ведется. Задержали 10 участников этой акции. Я просто предлагаю сейчас посмотреть, как это было. Задержали 10 участников этой акции. Задержали 10 участников этой акции. Задержали 10 участников этой акции. Лидия, вот ты сегодня разговаривала с IT-специалистами. И все-таки технически сложно заблокировать Фейсбук? Говорят на самом деле, что больших технических сложностей перенос данных на российские серверы не представляет. Соответственно, до блокировки может дело не дойти. Но гораздо сложнее Фейсбуку будет с удалением запрещенной информации. То есть непонятно, что именно имеется в виду. И, например, удаление некоторых неугодных постов может противоречить Конституции США, свободе слова. Я предлагаю послушать несколько мнений, чем история все-таки может закончиться. У Дурова, почему он сейчас упирается в войне с Роскомнадзором, у него личные счеты с Россией. У него в России отобрали его первый и самый ценный бизнес – это ВКонтакте. А Цукербергу российский сегмент Фейсбука не важен и не очень интересен. Поэтому он воевать ни с каким Роскомнадзором не будет. Он просто закроет Фейсбук в России и все доступно. Если мы говорим о Фейсбуке, это корпорация, у которой есть много акционеров, которые просто не хотят терять прибыль. А блокировка внутри России – это значит уход аудитории. То есть это просто не приемлемо будет для них. Пока нам остается ожидать комментариев Фейсбука о возможных блокировках. На этом вся информация. Гор, без слова. Регина, спасибо за подробный рассказ. Регина Баймухаметова о возможной блокировке Фейсбука. Фейсбука.